Капусту Капусту, который на любом телевизионном канале Александр Носик Доброе утро Что сегодня мы, Саша, с тобой На нашей кухне На нашей свежей, как ты, здоровой Пышущей радостью Какие формы, какие формы, да Давай формы пока оставим Ну почему, формы у нас любые У нас любая геометрия здесь Что мы сегодня будем готовить, Саша, с тобой? Мы будем готовить мясо И, соответственно, гарнир к мясу Овощи в двух видах горячие И, соответственно, салат Самая простая, самая полезная Самая быстрая еда Правильно я понимаю, что такая Можно ее называть мужской едой? Конечно Мужик, это мясо и овощи Мужик, это мясо Ну, сначала это мясо Водка, потом мужик, это овощи Да-да-да Ты, а я просто один пункт пропустил Я так понимаю, что мясо готовится быстро Мясо делаем в последний момент Единственное, мы можем его нарезать Чтобы оно уже было готово к этому делу А, кстати, мясо у нас Давай-ка мы его достанем Правильно я понимаю, шало Чтобы оно Это вот это у нас, да? Да, вот это Ну, как мы все прекрасно знаем Все, кто жарит мясо Лучше жарит мясо В тот момент, когда мясо Становится комнатной температурой Угу Поэтому мы мясо это можем выкладываем Мы можем выкладывать Просто мы его пока оставим здесь Чтобы оно вот Дышало Да Это я насколько мне подсказывает Моя неискушенная мясом жизнь Это же Не похоже, не похоже Да ты знаешь, это как раз Это сладости Это все сладости А вот это все Наверное, это вырезка, наверное, да? Да, именно она сама Она говядина Значит, и нам еще нужна терочка Потому что мы сделаем те, которые горячие Мы будем их сначала натирать Подожди-ка, у нас терочки у нас имеются Вот, пожалуйста, терочка Отлично, хорошо, пойдет Так, и в этой терочке что мы будем натирать? Значит, мы натираем морковь Мы натираем на терочке Мы режем лук, чеснок и режем кабачки Значит, я предлагаю тебе начинать натирать морковочку А я буду резать сколько лука нам нужно, скажи мне Я думаю, что мы где-то морковки три пожарим Я думаю, что луковицы максимум полторы будет за глазом А как мы режем? Колечками Прям колечками, да? Не Ну, тоненькими Тоненькими колечками, хорошо Хорошо Как часто, Саш, удается тебе готовить? Честно? Да Только тебе, только на этой кухне Пока нас не снимают камеры Да Крайне редко А что виной тому? Виной, наверное, расписание Расписание Да, и плюс еще есть такой момент Я по юности думал, что человек должен уметь делать абсолютно все И обязательно это не только уметь делать, но еще и делать А потом я понял, что здесь хорошая вещь специализация Если я трачу время на свою работу и на дороге найти московские пробки То почему бы не съесть уже готовое? Хотя на самом деле домашнюю кухню люблю с детства Потому что мама готовила всегда очень вкусно И это все равно вкуснее домашней кухни И нет ничего Ни один вектора Да, но не больше Ну, половинку, да Просто То есть в основном ты хочешь сказать Где ты питаешься в основном? Вот тебе питается Александр Носик Вот если вот так вот Ну, так скажем Александр Носик, когда ведет себя плохо, питается В общем, в кафе, в ресторанах Вот А когда он хорошо себя ведет Да То есть прекрасная дама, которая может всегда все приготовить Ах ты! Подумай То есть если Саша Носик сидит в кафе Это означает Нет, значит он в данный момент одинокий волк Одинокий волк Ну, друзья Вот вам, пожалуйста, и ответ на вопрос Значит, а если Александр Носик сидит в кафе с дамой? Значит, просто он наконец-то дал ей перерыв Освободил от кухни, от сковородок, от орехов Так и сказал, милая, пойдем все-таки Пойдем в ресторан И вот если Саша Носик сидит в кафе с женщиной И ей приносят супы Она начинает плакать И рука дрожит с ложкой И говорит, Саша, боже мой, четвертый год И я первый раз в кафе Ну что же У нас, Саша, смотри Да, достаточно Так, что еще? Так, чистим чесночок и нарезаем, да Потому что понятно, что вкус овощей Зависит от лука и чеснока Будем откровен Я вообще очень люблю чеснок, если честно Я обожаю чеснок и лук Я все-таки, знаешь, у нас тут были несколько актеров до тебя Ты не первый Все-таки были у тебя, были несколько актеров до меня? Да Вот что бы тебе ни говорили наши редакторы У нас были представители профессии актеров Спасибо, ты был откровен Так вот Саша, сколько? Вот смотри, я почистил вот так Я думаю, будет достаточно Хватит, да? О Открывайся, прямо тут вот А, ты понимаешь Сразу видно Носик на кухне – редкость, да? Нет, ну почему же? Ну почему же? Нет, только если пожрать, то да А приготовить – это редкость Саша, а какие у тебя вообще предпочтения в еде? Ты знаешь, я тебе могу сказать, что в последнее время все скатилось до банальных вещей Кусок свежего мяса быстро обжаренный Кусок рыбы свежей быстро обжаренной И овощи И обязательно супчик Вот закон жизни после определенного возраста Супчик в детстве ненавидел, а сейчас обожаю Ну ты готовил же у нас карбонар, итальянская кухня Вот все как-то вот уже с пастами Нет, когда карбонар есть, то приходит И вместе все это же Подожди, ну ты, Саша, ну ты же Мы же тебя, мы, не знаю, у нас у всех абсолютное ощущение, что ты человек, который выходит С утра и сразу не просыпается, выходит из спортзала Из спортивного зала выходит только на сцену и сразу обратно на беговую дорожку, нет? Ну, не всегда Сколько ты тратишь неделю времени на занятия Спортом, ну физической культурой Вот смотри, у меня последняя была такая идеальная неделя Когда у меня не было работы, не было много, то есть я мог ее распределять Не было съемок, я был в клубе каждый день по 2,5-3 часа Давайте аплодируем, ребята, давайте аплодируем Хорошо, но это мы, праздник, а если говорить про спортивный клуб, Саша? Пять минут Пять минут Зашел, умрался, покрасовался и ушел Покрасовался, забрал плавки, которые лежат еще Притом не свои, потому что понравились чужие, естественно Так, посмотри, лук, чеснок нарезан, чеснок нужно мелко? Чеснок мелко, да Нарезаем мелко чеснок Так, я помогу тебе Сейчас, мы... Нам нужно... нам в большом огне? Ну, да, для начала Лучше на большом огне, у нас всегда как-то правильнее Давай, так Совсем... а, хотя еще рано, у нас еще кабачки, ты знаешь, мы поспешили Кабачки Кабачки, давай нарежем их А что, как кабачки? Кабачки режем кусочками Давай, на, я тебе дам еще одну доску Мы заняли все доски, только можно Вообще, на самом деле, я тебе могу сказать Благодаря моему другу Володе Турчинскому, который мне очень многому научил Очень много научил И по жизни, и по человечески, и по спортивному Когда он говорит, ты занимаешься? Я говорю, Володь, ну вот нету времени, нету времени Саша, это отговорки Если ты хочешь, ты будешь заниматься У тебя есть 15 минут, занимайся И вот где-то через, наверное, год-полтора таких увещеваний Я все-таки понял, что Володя абсолютно прав И если у меня есть 15 минут с утра Я этим занимаюсь Если у меня есть 15 минут перед спектактом в театре То есть, собственно говоря А где ты в театре занимаешься? Я напомню, ты в стационарном театре Ты продолжаешь? До сих пор, с 95-го года Я в театре Нет, я никогда не был в малом театре Давай развеем миф Давай у тебя сейчас эксклюзивная возможность развеять миф Развеем, давай развеем Прежде всего, руководство малого театра Кому бы вы не платили зарплату под именем Александра Носик Этого человека в театре нет Какой театр, скажи мне? Театр Вишневый сад Под руководством Александра Михайловича Вилькина Там я с 95-го года состою Вот Там я играю спектакль Но, правда, сейчас в связи с моей занятостью достаточно редко И я получаю от этого безмерное счастье Но при этом ты, конечно Я антрепризный актер Так, нам одного хватит? Нет, я думаю, давай два Потому что он, во-первых, он так сок А во-вторых, он все-таки ужарится Будем объективны Так Ну, насколько я понимаю, у тебя антрепризных очень много спектаклей И это же предполагает огромное количество гастролей Антреприза это в том числе и гастроли Это гастроли, при том это на самом деле В общем, это самый большой хлеб, по идее Но дело в том, будем объективны Когда я встречаюсь с новым продюсером Который предлагает новый театральный проект Он говорит Саша, ты должен поставить кресло на всей своей жизни Выбросить из жизни съемки Мы будем гастролировать Несколько лет с этим спектаклем Играть по 8-10 спектаклей в месяц Ложь Никогда ничего такого не происходит Поэтому гастроли на самом деле Занимают, ну сколько, дней, наверное, 6-8 месяцев? Меньше, гораздо меньше У каждого спектакля есть логика Выпущенный спектакль первый год ездит на гастроли Второй, третий, четвертый не ездит Потом опять на пятый где-то идет вторая его прокрутка И потом, только если он очень-очень хороший То дальше он... То есть, какой бы спектакль хороший не был Все равно после первого года шансов немного Он меньше гастролирует Он играет стационарно в Москве Его может принимать Питер Иногда Новосибирск И иногда, там, ну миллионники Тоже там, Владивосток, да? То есть, это объективно Поэтому такого обилия гастролей Как, например, было у моих родителей в Малом театре Когда Малый театр выезжал на официальные гастроли Сорок дней Санкт-Петербурга Сорок дней Киева Сорок дней Донецка Так, друзья Я напоминаю, что у нас происходит Александр Носик Человек, который проповедует здоровый образ жизни Здорово нарезает достаточно крупно кабачок Натертая на терочке морковка Хидровый орех тут притаился Капустный качан Лук порезан Чеснок измельчен Я думаю, что мы начнем уже первую часть приготовления Мы сейчас лук, чеснок и морковку С небольшим количеством оливкового масла На сковородочку И помешивать будем А вот кабачок нам надо отдельно с тобой достать И вот тут ты ошибся обо всем Потому что ты пока отрезаешь кабачок У нас короткая рекламная пауза После которой мы сразу вернемся И вы узнаете, что фондю В переводе с болгарского Означает индекс Доу Джонса Прилег в вздремнутие у кларнета И было слышно до рассвета Как ликовал башмет Из воспоминаний участников Камерного оркестра солиста Москвы Дорогие друзья, с Макс на первом канале У нас в гостях сегодня Александр Носик И мы с Александром приступаем к термальной Термической обработке Обработке того, что у нас находится на столе Итак Нам нужны две сковородочки На одну мы сейчас выкладываем чесночок, лучок, морковку Заливаем чуть-чуть маслицем Оливковое маслице Я предлагаю сделать это ровно в обратной последовательности Сначала все-таки немного масла Ну, это понятное дело Потом чесночок с лучком Могу взять еще одну сковородку? Пожалуйста, большую, большую Конечно, берем Это маленькая Это маленькая вместо маленькой Вместо вот той маленькой А вот кабачки мы даже, наверное, не будем ничего наливать Потому что они должны быть... Подожди, подожди А я бы предложил тебе сделать следующее Если ты хочешь, чтобы они подсушились То надо сковородку-гриль Прогреть Ну, конечно И она прогреется, мы сразу... У меня есть подозрение, что ты на этой кухне А ходишься очень много количества времени Ты здесь знаешь все Сегодня вторая передача, которую я веду Просто мы решили повторить передачу из 2004 года сегодня На этот день Я тогда еще был бы радат Ну, у нас все есть Итак, да Разогреваются... Нагреваются сковородки Так Высыпаем Высыпаем Да, благодарю вас Я буду у тебя в подсобном... В подсобном помещении А, хорошо? Как сказал я нашему продюсеру Дышь, дышь, дышь А я хочу сказать, что у нас вот продюсер, я не знаю, как... Он отличается очень сильно от руководителя театра «Вишневый сад» Хотя есть очень многие параллели и схожи Во-первых, у него есть «Вишневый сад» Свой? Да Маленький У него, огромный Семь гектаров Семь гектаров Сидят и собирают крепостные вишни Он выходит в костюме Раневской каждый вечер И говорит Продаю я, продаю я свой «Вишневый сад» После этого выпивает 200 граммов тёплого молока Потом жена ему делает Прикладывает ему холодного енота на лоб Чтобы чуть-чуть как бы... А енот не против, нет? А, енот как? Может быть, енот против, если... Да вопрос, а где вы берете холоднокровных енот? Вот А это уже зависит от местности, в которой все находится Значит, я обжариваю лук и... Да, собственно, и морковку, наверное, можно чешать И морковку можно кинуть, но ее просто, да Так, Саш, мне кажется, много будет морковки Вот давай вот ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть Шмарковка, она вещь хорошая, всё, достаточно Всё? Да А кто из друзей по цеху Александр На вас производит впечатление? С кем вообще вы делите свою еду и хлеб? Вот бывает так, что садитесь за один стол И вот некоторые производят или нет таких? Есть Но я пытаюсь не делиться, очень жадный, шутка Нет, я с удовольствием, во-первых Я вообще человек очень компанейский, я не люблю есть один И если мы на площадке, или мы закончили работу И у нас есть возможность поехать и всё-таки поужинать То я считаю это большим удовольствием, потому что это общение Так Поэтому все мои партнёры, с которыми я работаю А я предпочитаю работать в спектаклях, которые я люблю И с партнёрами, которых я люблю То есть если тебе не нравятся твои партнёры или тебе не нравится спектакль Имей мужество встать и уйти, потому что ничем хорошим это не закончится И желательно до конца второго акта Я бы сказал, до окончания первого Тем самым предпринимать сюрприз зрителям и продюсерам и партнёрам Да-да-да Вот Кстати, была такая история, но не со мной, правда, мне рассказали Как человек остановил свою театральную жизнь Буквально в течение 10 минут антракта Не доиграв второй акт Он народный артист в городе Ярославле Такой известный там был на то время Многоиграющий Вот они играли сказку Он играл, по-моему, медведей Вдруг он снимает с гримёрки весь грим И молодые артисты говорят Ну что ты, у нас второй акт Он всё это снял, положил, разгримировался Посмотрел, сделал, сказал С меня достаточно всё Ушёл в этот день из театра Продал квартиру Ярославля Купил дом под Ярославлем Полностью завязал с алкоголем До сих пор жив-здоров Цветёт, живёт счастливый человек А у меня сразу вопрос Вот к тебе Вот смотри Но есть такой стереотип, что артисты пьют? Есть Стереотип есть И на самом деле Просто мы всегда видим Любой публичный человек Который будет закладывать Он будет всегда попадать в кадр довольно часто И всегда будет видно, что он пьёт Мне вот сейчас друзья Недавно подарили заметку Очень интересно Мы приехали, значит С моими друзьями на мероприятие Действительно бросили руль Это было на воздухе Всё Я с бокалом белого вина И при этом я сижу и говорю С девушкой своего товарища С девушкой своего товарища Подпись внизу Актёр театра и кино Александр Носик Не только успевает там типа Нажираться, значит, алкоголем Он ещё и кадрит девушек И мне друзья вот это, значит Передали эту штучку Поэтому, в общем, собственно говоря В этой штучке они Сырую рыбу не передали? Нет Голову лошадину в ней не передавали? Если бы ты внимательно прочитал в интернете То ты понял, что ты сегодня встречаешься С алкоголиком Там всё про меня написано Скандалист Вот, наверное, самый вязательный Скандал Саш Я думаю, что здесь уже Можно добавить чуть-чуть маслица Чуть-чуть Сейчас сок, мне кажется Ну вот сок И что-то у нас морковка не очень сочная Я тебе сказал Ну вот почему-то она Ну сочная, думаю Сейчас я буду делать Поменьше огонёк Поменьше огонёк Так, а скажи, мы не солим Это ничего, да? Значит, вот чуть-чуть посолить И обязательно кинуть Пару ложек сахара Ну посолить, мне кажется, это надо Тогда, когда уже Мы закончим А вот про сахар, а сахар Сок Ну сахар тоже, да, попозже Так, друзья, что мы делаем дальше? Значит, у нас салат 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 весенний-осенний Так Значит, помидорчики, огурчики, лук Будь здоров Спасибо Собственно говоря, тот салат Притом, с учётом того, что здесь куплено всё Можно делать и так, и так Можно делать полный с помидорами, с огурцами Можно делать только помидоры с зеленью, с луком Луком Да, ну вот ты как? Я увидел вот эту уникальную траву Уникальную траву Мне кажется, что вот это вместе с луком и вместе с помидорами Будет замечательно Будет то, что нужно И не надо нам это мешать ни с чем Потому что тот стол, который мы делаем, всё-таки скорее стол под вино, нежели под водочку Если бы было под водочку, тогда бы был салатик с огурчиками, тогда бы было другая горничка Многие столы, которые были сначала приготовлены не под водочку В какой-то момент во время русского праздника, всегда неожиданно оказывается Вот так сидишь, ешь устрицу Несут тебе креветку в панцире Сама она идёт И вдруг раз-раз Так, мы нарезаем У нас помидоры мытые? Ореган Всё мытые Всё мытые, отлично Так вот, я думаю, что вот этот надо сделать И вот этот, всё-таки маленький мы оставим Возьмём взаиморожные Можно большие, маленькие можно разные Давай Помидоры режем крупно? Да Да, правильно Режем крупно помидоры, вот сюда, вот в эту вот мисочку Крупно помидоры, чёрный перец, белый лук можем уже сразу вот так положить Да, смело туда прямо Огромное Крупно режем помидоры Много лука Давай тоже помогу здесь помидоры И обязательно бальзамик, да? Бальзамический уксус, соль, перец А на мой взгляд, ты даже боишься резать крупно Вот крупно порезанный помидор, вот он Смотри, а теперь мы берём вот так вот Я просто, знаешь, с учётом размеров потребляю Ротовой полости? Конечно, конечно Ты знаешь, а если сделал операцию? Не влезал? Не влезал? Наоборот, чуть-чуть разрезал, чуть-чуть расширил Рот, очень хорошо, сразу задышало всё Очень хорошо, и вентиляция лучше Ты мне потом телефончик хирурга дашь? Не хирург Где? У меня парикмахер знакомый А, ну как это всегда Пошёл по слищу заодно и уши подровнял Так, маловато это Сахар Сахар? Куда? Вот сахар стоит перед тобой Всё Я думаю, что можно выключить кабачки, да? А я их, по-моему, и выключил Да, я их выключил Всё Так, а здесь мы сейчас ещё чуть-чуть Так, сахар Сахар Нам кабачки нужно перекладывать, потому что мы будем на этой сковородке жарить мясо А ты не хочешь вот на той сковородочке? А я думал на гриле Нет? На гриле Ну ты знаешь, на самом деле, быстрая обжарка, но можно на гриле Просто, честно говоря, я с такой сковородкой не сталкивался Поэтому я не очень понимаю её смыслового значения Если ты мне объяснишь, я с удовольствием проэкспериментирую У нас количество помидоров К сожалению Скажи, а тебе нравится такое совмещение... А где наша красная миска большая? Вон она Сейчас мы вот тут кое-что сделаем Тебе нравится такое совмещение вкусов, как сладкий помидор с солёным огурцом? Никогда не пробовал? Ты знаешь, нет Вот у меня с детства я обожаю солёные огурцы и свежие помидоры А ты любишь сыр с мёдом? Я мёд не употребляю У меня невосприятие мёда Я завидую людям, которые едят Смотрю с удовольствием, как они это делают Но близко не подхожу Потому что у меня даже от запаха становится... Не очень хорошо, скажу тебе честно Слушай, ну вот видишь, значит ты медовуху не пьёшь Пью Медовуху пьёшь, видишь какая? Значит ты мед ты употребляешь Нет, а я знаешь, как определяю качество медовухи Если я не могу её пить, значит она качественно сделана Если могу, значит кто-то обманул То есть так же, как пряники с мёдом, поверь Сразу чувствуется, есть мёд или его нет Ну что, друзья, вот это, если мы говорим про мужскую еду Посмотрите Перемешанная крепкими мужскими ваненными руками Так, теперь И вот это у нас готово, потому что мы должны накрыть Уже оставить в сторону Понадобится крупная соль И самое главное Оп Думаешь, нужно бальзамик? Бальзамик обязательно Немножко, но так, чтобы оно удало Перебор здесь тоже не нужен Так Красиво Так, и вот теперь уже, хотя всё равно лучше руками И вот теперь вот так Вот так, вот так И вот это более мужского салата Согласен Вот, пожалуйста Оставим Так Александр, на секунду вас оставлю на кухне У нас, друзья, короткая рекламная пауза После которой мы возвращаемся И вы узнаете такой интересный факт Что оказывается Книга Юрия Тынянова Пушкин В японском переводе Называлась Сашими Так, товарищи, а что это с Горьким? Что это он купат и схватил, и на сосну залез? Да не обращайте внимания, он как с Капри приехал, так сам не свой Из кинофильма «Безумный Макс» Дорогие друзья, с Мак на первом канале У нас в гостях сегодня Александр Носик И мы с Александром готовим мужское блюдо Всё готово для гарнира Не хватает нам Основного блюда Основного блюда И основное блюдо притаилось в железной чашке И в этой железной чашке у нас находится Александр Да Ну прошу вас Вы большой специалист Так, прошу вас Туда Прошу вас вот этим огромным тесаком Привезти То есть угрожающим тесаком Нам нужно отрезать несколько медальонов Это что это? Значит, медальоны будем делать с печами Притом, насколько я помню Из одной лекции одного мастера Который делал потрясающее мясо Он назвал вот эту часть головой вырезки И сказал, что её лучше отрезать А остальное нарезать Поэтому мы всё-таки так и сделаем Да Мы эту голову отрежем и её Самое главное, что, наверное, мясо должно быть нарезано поперёк волокна Да, наверное А вот теперь мы нарезаем кусочки не очень тоненькие Пожалуйста Ну и не очень толстенькие Так Так Вот, ну да, рюмочки От свежести мяса зависит, насколько они быстро прожарятся Два Я думаю, что будем кормить остальных Или остановимся только на себе Несколько Я думаю, что сделаем штук пять Ну, по сковородке Потому что Можем, конечно, могут они нас Несколько Вот Вот Вы какое мясо предпочитаете, Александр? С кровью, без крови? Я предпочитаю, если мясо хорошее, то с кровью А это, на ваш взгляд? Ну, я Ваня, вы же явились гарантом качества мяса Я вспоминаю Есть ли у меня шенгенская виза в загранпаспорте На всякий случай Не поможет, найдем это На всякий случай Так У нас раскалилась уже Сковорода раскалилась Сейчас еще чуть-чуть мы ее понакаливаем И прямо на эту сковородочку И дальше мы, друзья, на ваших изумленных глазах Убираем остатки Соль и перец потом Правильно? В конце Никогда Значит, в принципе, можно уже тарелки Ставить ялоки Я уже по этому принципу иду А почему бы и нет? Вань, а вот С учетом же это сковородка гриль Маслица мы все-таки чуть-чуть Нет Никакого Все, я понял тебя Тогда поехали Так Как это приятно, да? Ну, вот как раз Вот так И вот этот запах, друзья Который вы сразу же все почувствовали Да? Засыпается желание употребить Вот сейчас самый важный момент Не пропустите его Несколько минут с одной стороны И две-три минуты с другой стороны Александр, вы пока расставляете вилочки, ложечки Хорошо Ну, как оно? Пробивает Продирается Сквозь Сквозь кустой валежник Так, ну я могу потихонечку Это можно переложить в какую-нибудь красивую чашку Красивую чашку Белую, например Белую, например Да, непрозрачную Да, это было бы очень симпатично А то как-то вы вам придели А я как-то вот Простое Понятное Я, кстати, был крайне удивлен Да, мясо уже готово Что оказывается После даже снятия места со сковородки При быстрой обжарке Оно доходит само И оно может пересохнуть Ему нужно немножечко полежать А что, Александр, рискнем? Рискнем А чего нам с вами? А нам с вами, да Терять уже, как говорится, нечего Какие-то кусочки, конечно, у нас еще Вот совсем Так, только соль, перец Все, я думаю, что Пора Пора Саш, тарелку Тогда просто сейчас Ну Оп Ммм, красиво очень Оп И вот сейчас мясо Ну так На короткое время Дать просто возможность Чуть-чуть Чуть-чуть Этому мясу Вот чуть-чуть Полежать и остыть Найти Оп И рискнем Оп Все Отлично Дело сделано Настоящая мужская Мужская кулинария Так Ну что же, Александр Соль, перец, поле Прежде чем мясо у нас остывает И приходит в нужное состояние Несколько минут Может, совершенно спокойно Мясо должно чуть-чуть отдохнуть После От нас От нас она сейчас Она в нас будет отдыхать Значит, что у нас приготовлено сегодня Александром Носиковым Заслуженным артистом России Заслуженным, а не заслуженным Судя по всему Нет, я могу сказать Саш Дело в том, что у нас такая программа Нас смотрит в министерстве Заслуженным И когда Может быть, народом тогда И когда Народным Народным артистом Народным артистом Советского Союза Вот Александр Значит, у нас Помидоры и лук Салат Помидоры, лук Беган Черный перец Соль Здесь отдельно пожаренный Лук и морковка На растительном масле И чеснок И отдельно пожаренный Без всякого масла На сковородке гриль Кабачки Все это потом смешалось В едином порыве Посадилось Чуть-чуть сахара Чуть-чуть соли Все это получилось здесь Ну и мясо, которое Друзья, взяли Вывалили на сковородку И пожарили Вот никак не скажешь Просто мясо Александр Вам какого салатика? Я не откажусь От того и от другого От того и от другого От того и от другого Дайте вашу тарелку, Александр Более того Если бы обратить внимание Скажите на что Я тут же обращусь На дне этой чаши Образовался сок Именно И в этот сок Как говорится Можно и хлеба макнуть А есть? Можно и мякишем забуриться туда Это позже Так Ну что, друзья Александр А не хотите ли вы, Александр Отведать мясо Но перед этим Я бы это мясо Крупной солью И крупным перцем Вот я, друзья Представляю Позвольте Как? Да, пожалуйста Вот я не знаю Каждый кто как хочет А я люблю вот так вот Вот так вот И вот Александра я посолил даже Да, конечно Соленый Александр Спасибо, спасибо Соленый Александр Так звали Александра Македонского Когда он выходил из Средиземного моря К своему учителю Аристотелю Соленым? Откуда я знаю? Соленый, кстати Первоначально Герой Чехова Был соленым именно на вкус Кто проверял? Сам Чех Его Чехова? Чехов Первой редакции Трех сестер Был на сцене Езнул такие актеры Струна Лопнувшая струной гитарой Это потому что Чехов Подрезал ее Маникюрными ножницами Вот Александр Иван, ну позвольте Знать, откуда у него были Маникюрные ножницы В этот момент Смотрите, друзья Вот оно мясо Конечно, абсолютно Да? Но это то, что надо Ммм Угу Чего же никто не хлопает? А почему же Какая-то Мм Да? Угу Мясо отличное Просто отличное Мужское мясо Именно так Угу Именно Я бы назвал Это просто Есть такая степень Прожарки Которая называется Рер Угу Что означает Снаружи С корочкой А внутри Совершенно сырое Александр И как бы хотели вам Без крови И без всякой крови Но крови не было С самого начала Александр Кровь И ваших тоже И ваших В том числе И горячей закуски Тогда Для вот этого всего Отведаем кабачка С чесноком Да с луком Мм Так жить так можно В этом хорошо жить Так можно жить Мне правда вкусно Вкусно? Замечательно Вот у меня Что-то в простой кухне Есть удивительное В простых чувствах Но человеческих В простом мясе Зачем? Не человеческом Я на секунду Отодвину Собственную тарелку Для того чтобы Сделать вам подарок Вы как человек Который Занимается спортом Ведете здоровый образ жизни Играете в спектаклях Снимаетесь в кино В сериалах Вам необходим Продуктовый набор Смаз Вот вы Потребительская корзина Вы с этой потребительской корзиной В любом спортивном зале Будете приняты на урок Ну а это для вас Чтобы вы могли И в этом фартуке Прийти в любой спортивный зал И будет видно Не только трицепс Но и даже Квадрицепс Спасибо Друзья Александр Носик Сегодня в смартфе Давайте вам поаплодируем Александр На секунду На секунду Я вырвусь К нашим телезрителям Чтобы сообщить вам Друзья Сейчас пауза Но мы вернемся Мы обязательно вернемся Более того Вы узнаете в нашем следующем выпуске Что знаменитый фильм Первая перчатка В молдавском прокате Назывался Руккола До свидания Редактор субтитров А.Семкин